Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить сыровяленую колбасу по мотивам итальянской салями фенокьона. В чем отличие именно фенокьона от прочих итальянских салями? Ответ кроется в названии. По-итальянски фенокьо значит фенхель. То есть в состав колбасы входит достаточно большое количество семян фенхеля. Существует вообще две версии происхождения этой салями. Она появилась, кстати, в провинции Флоренция. По одной из версий фенхель стали использовать как альтернативу дорогому черному перцу. Дикий фенхель рос в окрестностях и был, соответственно, очень дешев. По другой версии в колбасу стали добавлять большое количество семян фенхеля, чтобы замаскировать при дегустации невысокое качество мясного вина. Вроде бы как к янте было нехорошо. На мой взгляд так себе версия. В общем, хочу приготовить салями с фенхелем и для этого приупил в магазине свиную шейку и немного говядины. Сразу попросил в магазине лесника ее пропустить через мясорубку. Приступим. Мясо у меня все охлаждено до 0 градусов. Свинину нарежу полосками для мясорубки. У меня есть нож для нее с очень крупными отверстиями. Их вообще всего три штуки на всю решетку. Вообще, если почитать внимательно справочник технолога колбасного производства под редакцией роговой товарищей, то можно выяснить. Сырье для практически любой колбасы можно готовить двумя способами. Делать предпосол. Крупных таких по 300-400 грамм в кусках. Время предпосола 5-7 суток. И измельчать сырье сразу, внося соль и пряности. То есть без всякого предпосола. Я собираюсь сегодня использовать как раз второй способ. Всю свинину надо пропустить через мясорубку. Видите, какая решетка? Измельчение будет крупно-кусковое. Отлично! Сюда же отправляю фарш говяжий и пряности. Все граммовки, напоминаю, найдете в титрах в конце ролика и в описании под роликом тоже есть. Теперь нитритная соль, сахар, сухое молоко. Сухое молоко для того, чтобы в колбасе поработали молочнокислые бактерии. Их подкормить хочу. Чтобы они закислили фарш и сделали среду обитания неподходящей для гнилостных бактерий. И немного красного сухого вина. Вот так. Отлично! Да, не упомянул. Я добавил перец горошком. Но это не обычный черный перец. Это перец кубеба из магазина «Ем колбаски». Можно, конечно, и обычный черный горошек положить, но у этого есть очень приятное такое мятное послевкусие. То есть он менее горький и приятная мятная нота. Короче, мне так захотелось. Теперь все это надо хорошенько вымесить, чтобы соль начала разрушать стенки клеток. И клеточная жидкость, содержащая в том числе и белок, вышла наружу. В результате такого вымешивания фарша смесь станет такой липкой. И это значит, что все правильно вымешалось. Готово. Фарша смесь готова. Набивать ее буду в оболочку при помощи китайского вот этого шприца. Купил на Алиэкспрессе. Ссылочку размещу в описании. Набивать буду в специфическую оболочку. Айцел. Вот отъем колбаски. Она отличается от прочих тем, что позволяет вялить в обычном холодильнике. Потому что скорость влагопотери через эту оболочку крайне невысока. Я предварительно нарезал, даже замочил. Хотя производитель и пишет, что можно использовать без замачивания. Но в замоченную можно набить колбасу более плотно. Фарша смесь в колбу шприца нужно набить также очень плотно, чтобы не было никаких пустот. Поэтому каждую порцию уплотняю хорошенько. Начнем. Набивать нужно опять же так, чтобы под оболочкой не было воздушных пузырей. Для этого следим, чтобы кончик цевки был постоянно погружен в фарш. И в таком же режиме набиваю следующий батон. Меня регулярно спрашивают, что ты делаешь с фаршем, оставшимся вот здесь вот в цевке. Я его набиваю в колбасу. Для того, чтобы его отсюда вынуть, беру цевку меньшего диаметра, делаю комок из пищевой пленки, такой по размеру цевки. Ну, смотрите. Вот. Заткнул, считаем. Теперь этой же пищевой пленкой закрепил, получил поршень. И теперь цевку с остатками фарша загнал в оболочку, так же удержу. Эту часть вот так вот выдавил, насколько получилось, пальцами. И теперь вот этой цевкой, как поршнем, выдавил оставшийся фарш. Набивку завершил. Теперь уплотнение и обвязка. Уплотнение. Зажимаю вот здесь вот и начинаю перекручивать. Перекручиваю и уплотняю. Вот так вот. Как можно плотнее. А теперь обвязка. Нарезал куски шпагата, сжимаю и вот так вот перетягиваю. Остается завязать. Вот так вот. Здесь можно петельку сделать для подвешивания, но я с другой стороны уже сделал. Смотрите, как прыгает батон, как резиновый. Еще момент. В отличие от фиброзной, эту оболочку прокалывать ни в коем случае нельзя. Фиброзную набили не очень аккуратно. Пузырьки воздуха остались. Ну так прокололи зубоочисткой и выдавили его. А эту проколешь, сразу лопнет. Поэтому Айцел в обязательном порядке сразу набиваем без всяких пузырьков. Но с фиброзной, правда, свои заморочки. Фиброзную в обычном холодильнике не завялишь. Для нее климат-камера нужна с контролируемой влажностью. Эти батоны я ставлю до завтрашнего утра при комнатной температуре на осадку. Затем уберу в обычный холодильник. Вяляться. Каждый батон надо взвесить и закрепить на нем вирку с весом. Готова колбаса будет при потере веса 35-40%. В обычном холодильнике, при обычной для холодильника влажности, это и займет примерно полтора месяца. Ночь колбаса провисела при комнатной температуре. Смотрите, покраснела вся. Вот такие батончики очень симпатичные. Отправляю ее в холодильник. В обычный холодильник. И встретимся с вами теперь уже однозначно на пробе. Будем ее трескать, я надеюсь, месяца через полтора. Может быть, чуть больше времени пойдет, может быть, чуть меньше. Оставайтесь с нами. Долгожданный момент пробы. Всего от момента начала приготовления колбасы, я это затеял 1 декабря, а сегодня у нас 6 марта, по-моему, или 5 марта. Прошло, считайте, вот 3 месяца. Долго, да. Можно было бы, конечно, разрезать раньше. Но я не торопился. Потому что по мере того, как колбаса теряла влагу, скорость влагопотери замедлялась. Чем дольше колбаса вялится, тем она вкуснее. Запах очень такой хороший, насыщенный, сыровяленный колбасы. Такой классической очень даже кислинкой, которая очень присуща вообще колбасам, которые я здесь в Испании покупаю, сыровяленным. И, конечно, аромат пряностей. Так, что касается вкуса. Очень мощный аромат пряностей. Мощный. Перец присутствует, прям чувствуется хорошо так. Вкусно. Очень насыщенно. Очень. Попадание в колбасе целых перчин вызывает такой взрыв вкуса. Яркий такой, насыщенный, классный. Обожаю. Слушайте, очень вкусная колбаса. Прям здорово. Готовьте. Что касается от оболочки. Сколько я колбас не делал с оболочкой Айцл. Очень плотно набивал, вы видите, да? Она все равно у меня почему-то отстает от поверхности колбасы. Это не страшно. Под колбасой никаких проблем не видно, никаких ни плесени, ничего. Внешний вид из-за этого, конечно, несколько страдает. Но, в конце концов, чую, вот так вот снял оболочку, и все нормально. Вкус великолепный. Вялится долго, замечательно. В обычном холодильнике. Если у вас в холодильнике очень сухая атмосфера, и на поверхности колбасы появляется такая твердая корка, видите, у меня здесь нет твердой корки, но она может появляться, то есть самое начало закала, тогда перед тем, как разрезать колбасу, запечатываете ее в вакуум-пакет, и в холодильнике держите там 3-5 дней, неделю, 10 дней, может быть. Тогда влага перераспределится внутри, и эта корочка уйдет. Вы можете проверить это дело, если будете готовить несколько батонов колбасы. Допустим, один разрезали, увидели, что такой темный ободочек появился вокруг колбасы, сухой, остальные запечатали в вакуум-пакет, и все нормально. Потому что все очень вкусно. Готовься. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok